Слава Иисусу Христу! Слава навеки! Богу Святому! Друзья, приветствую всех с утренней молитвы! Кто подключается сейчас, вот кто подключился и кто потом записи будет смотреть. Сегодня читаю из, сейчас снова прочту, из книги Откровений, 5 глава, 5 стих. Для всех уже, не только для транскрации, но и для камеры. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. И дальше он пишет, я хочу прочесть дальше еще, просто потрясающие картины. Я как художник, просто, ну не знаю, восхищаюсь этой картиной и мечтаю изобразить это однажды. Конечно, это, ну как изобразишь, ну по крайней мере как это видится мне как художнику. Потрясающая картина. Вот сказано было о льве из колена Иуды, да, вот как бы контру льва, как бы, значит, там, да, силуэт льва. Вот, но вдруг, написано интересно, и я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец. Вот это, да, вот это лев совершенно не похож на льва, так чисто по-человечески, да? Вроде как лев, да, вот лев, а сердце у него Агнца. Вот это, да. Лев, а сердце Агнца. И вот он написан, интересно, Агнец, да не просто Агнец, а как бы закланный. Не просто беспомощный Агнец, а вообще, он даже заклан уже, все. Вот это да. Имеющий, ну, Агнец очень интересный. Валентина пишет, доброе утро всем детям Божьим, наш Господь лев из колена Иудина. Аминь, аминь, так оно и есть, это правда. Аминь. Имеющий семь рогов и семь очей, которые, суть, семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, Имея каждый гусли и золотые чаши, полный фемиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, Ибо ты заклом, ты был заклом, и кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени. И соделал нас, царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, И число их было тьма тем, и тысяча тысяч, которые говорили громким голосом. Вы представляете, миллионы творений всех, да, громким голосом, что же они говорили, потрясающие слова. Достоин Агнец закланный принять славу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, Слышал я, говорила сидящему на престоле, и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили Аминь, и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Аминь. Одна из самых таких мистических, потрясающих, таких восхитительных картин Библии, вот только что сейчас предстала перед нашим взором ума, умным нашим взором, перед нашим духом, душою. Физически это даже трудно представить, вообразить, честно говоря, вот как оно будет выглядеть. Вот, да и невозможно, это иное измерение, это совершенно, это иные измерения божественные. Но даже вот то, что можно и представить, хотя бы попытаться, это восхитительно. Даже то, что ограничено, мы можем представить себе, это восхитительно. И в центре этой картины, если вот как живописец представляю себе и композицию себе рисую, но опять-таки это даже не одна композиция, это несколько сразу получаются таких композиций потрясающих. Вот из этой главы, пятой главы рождаются у меня как у художника. И вот здесь, конечно, в центре, внимание, вот этот Агнец заклонный. Агнец как бы заклонный, Агнец, почему как бы, потому что он воскресший, он живой, и он от века заклонный. Это удивительное таинство, удивительная тайна мира. Вот я верю также в то, что он от века заклонный. Я верю, что когда еще времени этого не было, он пребывал вовек. Он есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний, начало создания Божьего. Он единородный, и однажды, когда единородного во вселенную Бог вводил, то он сказал, и да поклонятся ему все ангелы Божьи. Помните, да, из книги послания евреям, потрясающая картина Агнца Божьего. Но он лев, настоящий победитель, настоящий победитель, лев из колена Иуды. И здесь, в земном бытии, вот эти его ипостаси, Агнец и Лев, вот эти два его, две его сущности, будем договорить, Агнец и Лев проявляются и проявлялись всегда в истории. Особенно, особенно в отпущении назад, мы видим Агнца, Агнца. Сегодня мы глазами веры видим льва также, и ожидаем льва грядущего, потому что мы веруем, что, и я верую, что он не только был и есть, он грядет Вседержитель. Он грядет, Господь наш грядет, и не без Бога. И удивительная картина пристает нашему взору из Библии, что Иисус Христос во славу Бога Отца, аминь. Что Иисус Христос и Ишуа Машиях, мы веруем в это, мы говорим, второе пришествие. Хотя это как бы, по сути, это одно пришествие его. По сути, по большому счету, это одно его пришествие. Вот, ну и что там, два тысячелетия, так как, пару дней в небесном измерении. Ну и вообще, он даже, возносясь, Иисус, он сказал, я с вами во все дни до скончания века. То есть, хотя он ушел физически, казалось бы, да, значит, но он с нами, он здесь, он здесь, он здесь реально сейчас. Он в моем сердце, он в сердцах миллионов, миллиардов людей на этой земле, вообще, потрясающая картина. Его бытия сегодняшнего здесь, вот, но второе пришествие его ассоциируется как раз вот с таким львом уже. Это потрясающая сила. Агнец и лев, Агнец и лев, вот, но сегодня, ожидая Господа, потому что он говорил, что совершать это, преломляйте хлеб, да, поднимайте чашу во имя мое, да, вот, значит, мы поднимаем чашу во имя Господа Иисуса Христа, берем хлеб во имя Иисуса Христа. Доколе он придет, написано, да, мы совершаем это таинство. Каждый день, два тысячелетия уже подряд, каждый день подряд, значит, в разных странах, континентах, народах, в разных конфессиях, деноминациях, совершается это таинство. Два тысячелетия подряд, по-разному. Более помпезно, торжественно и в менее торжественной обстановке, в многодысячных собраниях, вот, значит, или же совершенно так и скромно, знаете ли, вот, один на один с Господом, двое или трое, Иисус говорил, собранное во имя мое, там и я посреди них. То есть, вот это, собственно, таинство совершается уже, когда даже двое или трое собрано во имя Господа Иисуса Христа, во имя Иешуа Машиаха, настоящего Машиаха. Спасибо тебе, Господь. И сегодня я беру хлеб, у меня здесь остатки лаваша, вот, и я использую лаваш, который покупаю здесь, вот, как, не только кушаю, вот, просто как еда, хотя тоже как еда. Может быть, для кого-то это просто еда, для меня хлеб всегда всему голова, и как верующий человек я всегда даже кушаю, там, чтобы, не знаю, суп, там, чтобы не ел бы я, я беру, я благодарю, как и любой верующий, да, я думаю, благодарю Бога, благословен Бог наш, давший нам разнообразные виды пищи, говорю, благословляю Бога Великого, преломляю хлеб, ем в радости, в простоте сердца, и благодарю Бога, я знаю, это причастие, причастие. Причастие, оно совершается не просто, там, как-то, причастие совершается сердцем и умом нашим. Я верю в такую революцию, в его преломление, вот, перед пришествием его. Вообще, как мы говорим, эпплезиология, учение о церкви, действительно, должна быть величайшая реформация. Она происходит уже пять столетий, слава Богу, по милости Господне, мы живем в эпоху Великой Реформации. На протяжении пяти столетий возрождение происходит такое, покаяние, исправление церкви, работа над ошибками. Во всех странах, во всех континентах, во все конфессии и динаминациях происходит этот процесс. Пять столетий назад это было началом, 501 год вот скоро исполнится уже, со дня начала того благостовенного 1517 года, когда грянула Великая Октябрьская Христианская Реформация 17-го года. Вот, и, знаете, дамы и господа, я Богу очень благодарен за то, что пять столетий назад закончилась эпоха Великой Деформации, деградации мирового христианства, началась эпоха Великой Реформации, восстановления, покаяния, исправления. Закончилась эпоха Отступничества, началась эпоха Возвращения, по-еврейски Тшува, значит, Возвращение, Покаяние это, это слово покаяние. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Царь Вселенной! Благодарю тебя! Ты действительно лев, лев из колена Иуды, сердцем агнца и сердца льва одновременно. В нашем человеческом измерении это несовместимое, но в этих божественных измерениях, в божественных мирах несовместимое совместимо. То, что по-человечески невозможно, это возможно. Просто нам это трудно представить. Как это? Самое кратчайшее, что можно себе представить, агнец, да еще и закланный, беспомощный, да еще и закланный. Все, шансов никаких. То есть он, ну вообще, ну как говорится, еле-еле душа в теле. И вдруг лев, победитель. Как это совместить вообще? Такую самую нежность и беспомощность и самую силу и... Но вот как раз в небесных измерениях или в небесных измерениях, так проще говоря, для удобства нашего, вот все это совместимо, вполне совместимо. Это наш Господь Иисус Христос и Ишуа Машиах. Вот. И я очень Богу благодарен. Верующий человек, приходя, он соприкасается с агнцем, скротостью его сердца. Неверующий. Познает его, как льва рыкающего, грозного победителя. О, спасибо тебе, Господь. Такой чудесный Господь. Сотни ипостасий в нашем Господе. Сотни, сотни ипостасий. Ну вот эти две самые впечатляющие. Из Библии, если брать характеристики, имена Бога, каждое имя Бога, отмеченное в Библии, это по сути его характеристика, каждое его качество. Это еще одна грань его, как бы еще то, что несовместимо порой, но оно есть в нем. Это Эль-Шадай, более чем достаточный Бог. Это победитель действительно, обеспечитель, целитель наш, освободитель. Спасибо тебе, Господи, за все. Благодарю тебя, Господь. И вот величайшее таинство, которое Он дал нам, хлебопреломление, причастие Евхаристию, тело и крови, таинство, это, собственно, это уму человеческому непостижимое таинство. Мы берем хлеб, вино, вот здесь в данном случае сок виноградный и просто кусочек лаваша, вот, оставшийся. Я беру, кстати, Иисус совершил с оставшимся хлебом, как раз, причастие, после вечера, когда уже все было съедено, выпито, оставался там, ну, афикаман оставался, опресники были, да, Пасха все-таки же была. Значит, и последний бокал там, ну, в том случае, непосредственно населили, это пятый бокал, который никто никогда не поднимал и который во времена второго храма считался бокалом Машеха, что сам Христот должен однажды поднять этот бокал и царство свое государство начало провозгласить. Вот, во времена уже средних веков, уже, некоторая трансформация произошла в иудаизме и уже в талмудическом таком, сейчас этот бокал пятый называют чашу последнюю пасхальную, да, которую не поднимают до сих пор никто, вот, ее называют чашей Ильяху. Вот, и верить, что Илья, пророк, должен однажды прийти и поднять этот бокал и царство, опять-таки, не свое, не Ильи царство, а царство Божье, царство Машеха провозгласить. Вот, ну, как ни крути, это царство, бокал, бокал мессианского царства, бокал мессианского государства, царство государства, которое действительно пребывает во век. И мы знаем, что два тысячелетия назад этот бокал был поднят, после того, как все было съедено и выпито, после вечера, ученики были за столом, ученики были там за этой трапезой, возлежали, и они знали прекрасно, что этот пятый бокал никто не будет поднимать. Я об этом учу в библейских школах, рассказываю более детально. Первый бокал на пасхальном седере, первая чаша, мы поднимаем ее в знак того, что мы не рабы, мы вышли из рабства египетского. Второе, потом едим мясо, все там едим, значит, и потом второй бокал поднимаем, это знак, что рабы не мы, мы не рабы, первый бокал, да второй бокал рабы не мы. То есть, чтобы мы вышли из рабства, это одно, но второй бокал, что Египет вышел из нас, рабство вышло из нас. Аллилуйя, спасибо тебе Господь. Вот, Чарльз Перджин еще говорил, что 40 дней надо было Всевышнему Богу, чтобы нас вывезти из Египта, но 40 лет понадобилось ему, говорит, чтобы Египет вывезти из нас уже. Аллилуйя. Потом мы опять кушаем все это, едим, общаемся, молимся, и третий бокал поднимается, третий чаша. И третий чаша на пасхальном седере, она означает, напоминаю, чудеса и знамения всемогущего Бога. Мы вспоминаем те 10 казней, перечисляем их, мы говорим о других чудесах, которые были во времена исхода, что море, оно раступилось перед нами, и как вот в той песне православной поется, Яку пастуху пешешествовав Израиль, по бездне стопами гонителя фараона, видя потопляема Богу победную песнь поим вопия ваше. Аллилуйя, слава тебе Господь. Вот, и также третий бокал мне очень нравится тем, что во время этого тоста третьего мы, ну по традиции нашей уже такой мессианской, уже такой православной традиции, евангельской традиции, мы говорим не только о чудесах и знамениях, которые были тогда, 3330 лет назад, во времена Моисея, во времена исхода, но мы говорим о чудесах, которые Бог совершает сегодня, сейчас, во время нашего исхода, из рабства нашего, в нашу свободу, и у каждого верующего есть о чем рассказать, поверьте, это потрясающая история, потрясающий пасхальный садор. Аллилуйя, даст Бог в следующем году в Иерусалиме. В следующем году в Иерусалиме, в следующем году в Иерусалиме встретимся, в следующем году в Иерусалиме. Мы поем тоже эту песню, тоже поем, да? Аллилуйя. О, наша Пасха, сам Христос, сам Машиах, Аллилуйя, спасибо тебе Господь. Каждый причастлив, это отзывок той Пасхи великой, Аллилуйя. О, это сам Христос в нас, Аллилуйя, спасибо тебе Господь. Вот, и потом четвертый бокал поднимается, четвертая чаша на пасхальном седере, это означает Богу усыновление, но пятый бокал, он никогда не поднимался со времен Моисея, пророка, учителя нашего и до Моисея, никто не осмелился поднимать этот бокал, но Моисея поднял этот бокал, Христос поднял бокал после вечера, на той пасхальной вечере, последней пасхальной вечере Ветхого Завета и уже первой Нового Завета. И он поднял бокал, я представляю, как революция совершалась в бумагах учеников его и всех, кто был там, на этом пасхальном седере, в том первом пасхальном седере уже Нового Завета, и он поднял бокал и сказал, сия чаша есть, Новый Завет в моей крови, Аллилуйя, Аминь, Аллилуйя, Аминь. То есть его царство уже де юре, де факто, оно уже началось. Аллилуйя. Хотя кровь его была еще в нем, не была еще пролита на кресте, еще оставались часы последнего жизни, но он осмелился уже провозгласить свое царство открытым. А потом, действительно, де факто, совершил это через несколько часов, пролилась его кровь, она пролилась на эту землю во искупление наше. И кровью Христа, чистого и непорочного Агнца, мы искуплены от суетной жизни, преградом от отцов, кровью Агнца Божьего, Бог во Христе примирил с Собою весь этот мир, Бог во Христе примирился с нами, Бог во Христе примирил с Собою весь этот мир, все человечество, всю нашу истрадавшуюся планету примирил с Собой, Аллилуйя. Поэтому планета примиренна, Бог примирил нас с Собою, Аллилуйя, спасибо тебе Господь. И блажены те, кто приняли этот мир, кто примирился с Богом, потому что Евангелие именно в этом и заключается. Вот Евангелие, вот, в двух словах Евангелие это хлеб и вино, тело и кровь, Иисус Христос, Спаситель. В двух словах Евангелие это Иешуа Машиах, ну, по-русски Иисус Христос. Спасибо тебе Господь. За Голгофу, за кровь, за Голгофу, за кровь, мы тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь. О, Аллилуйя. Мы, мы, мы все, мы тебя благодарим, за воскресенье Твое, за победу Твою, благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Иисус, благодарим, О Дух Святой, за все мы благодарим, за все мы благодарим. За Голгофу, за кровь, за Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец мой, Папа мой небесный, сущий на небесах, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Израиля, Бог патриархов и пророков. Ибо так Ты возлюбил, Ты, Отец мой, возлюбил весь этот мир, возлюбил меня, все человечество, что отдал самого себя, О, свое сердце. Отдал Сына Своего Ненародного, Иисуса Христа, Ишуа Машеха, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. О, Боже, Иуд, Хей, Бав, Хей, Иегова, имя Твое, Бог Святой, Бог Авраама, Ты примирил с Собою весь мир в крови божественной Твоей, мир наш, спасение наше. Благодарю Тебя, Господь, за все, благодарю и восхваляю великое имя Твое, Ты тот, кто был, тот, кто есть, и тот, кто грядешь. Ты и Альфа, и Омега, и начало, и конец, первый и последний, вся слава Тебе, все творение поклоняется Тебе, Господь. Пред именем Твоим всякое колено преклоняется небесным, земных и преисподних, и всякий язык да исповедует, что Иисус Христос, Ишуа Машех, во славу Бога Отца, Аминь. Благослови сегодня, Господь наш, это хлебопреломление, хлеб сей, благослови, Господь, это тело Твое, Ты сказал так. Это плод винограда лозы, это есть кровь Твоя, Аминь. Ты сказал так, Господь, Ты сказал, примите, ешьте, это есть Мое тело, пейте, это Моя кровь. И Ты сказал, сие творите в Мое воспоминание, доколе Ты придешь, мы это совершаем, ожидаем Тебя сегодня, Господь, ожидаем. Все больше и больше это ожидание в Церкви Твоей, в наших сердцах. И наши сердца все чаще и чаще взывают, говоря то, что написано в Писании 2000 лет назад было. Сегодня это более и более актуально становится. Все чаще и чаще наши сердца, сердца нашего поколения взывают, гряди, Господи Иисусе, возвращайся поскорей, Господь. Мы ждем Тебя. Приходи, Господь, Иисус, возвращайся. Иисус, спасибо. Приходи, гряди, Господи Иисусе, гряди, Иисус, гряди, приходи, Господь. Аллилуйя, спасибо. Спасибо, что величайшим утешением для нас является то, что Ты живешь в наших сердцах. Если бы не это, наши сердца не выдержали бы. О, Боже, Ты действительно живешь в нас и среди нас царствуешь. Спасибо Тебе, Господь. Ну, как царь царей, гряди, как победитель, гряди. Лев из колена Иуды. О, лев из колена Иуды. Гряди, Господи Иисусе, слава Тебе. Адонай, Элогим, Цебаот. Иешуа, Гавашиах. Иешуа, Машихейну. Аллилуйя. Аллилуйя. Тело Христово примите, братья и сестры. Источника бессмертного вкусите. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я искуплен, исцелен, благословлен, освящен кровью Твоей, Святой, Лехаем, за жизнь. Ты моя жизнь, Господь Иисус. Аминь. 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 Продолжение следует... Благословляю мои братьев и сестер, всех, кто подключался онлайн, кто совершал хлебополомление сейчас. Всех причастников, причастниц поздравляю с причащением Святых Христовых Таин, тела крови Иисуса Христа. Живите в любви, возлюбленные, дети Божьи. Пусть Бог благословит всех вас. Благословляю всех, кто потом и в записи будет смотреть это видео. Пусть Господь Бог благословит. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Благословляю всех вас, братья и сестры. Благословляю священничеством благословением, благословением Коэнов. Благословляю Иерусалим. Город Иерусалим. Сегодня среда у нас. Отчитываем дни до субботы. В пятницу вечером сделаем трансляцию. Встреча с Шаббатом будет. И особенное благословение всегда в пятницу вечером Иерусалима. Но каждый день молитва за Иерусалим у меня, молитва за Израиль и за еврейский народ. И за все народы наши и страдавшиеся планеты. Страны, все континенты. Я прогрессил себе политическую карту мира. Учусь такой духовной картографии. Молюсь за эти страны все. Благословляю. Благословляю во имя Господне. Но всегда, молясь за все страны, за все континенты, за все народы нашей страдавшейся планеты, в первую очередь молюсь за первенца Божьего, за Израиля. Молюсь за Иерусалим, Иерусалим. Молюсь за Израиль, возрожденный. Этот год у нас, год 70-летия возрождения еврейского государства. Год величайшего чуда. Одного из самых величайших чудес, какие произошли на протяжении последних двух тысячелетий. Величайшее чудо. Возрождение еврейского государства. Это было в нашем исчислении гражданском. В 48-м году величайшее чудо. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. Спасибо. Благослови, Боже, сегодня Иерусалим. Благослови, Иерусалим, город твой, небесного царя. Благослови сегодня, Господь, столицу еврейского государства Божьим. И весь Израиль благослови сегодня. Все возрожденное тобой еврейское государство, хотя оно еще далеко не в тех границах, которые ты обещал дать нам, но то, что уже есть, благослови, Господь. То, что будет, благослови, Господь. Благослови всех евреев. И те, кто уже вернулся, те, кто Алию совершает, возвращается, и те, кто еще, может, даже и не думает возвращаться, все равно благослови, Господь. И дай в сердце здоровое, нормальное желание вернуться. Боже, прийти в себя, прийти к тебе, вернуться в землю, которую ты нам обещал. В сердце не угаснет священный огонь. Будет стремиться еврейская душа, Будет стремиться к востоку на Сион, В землю отцов, что Бог нам обещал. Нам надежда освящает путь, Мы две тысячи лет ее храним, Будем снова народом мы свободным, На Сионе, в Иерусалиме. Будем снова народом мы свободным, На Сионе, в Иерусалиме. Благослови Божий Израиля, Благослови сегодня Господь, Возрожденное еврейское государство, Благословляю великим твоим благословением священников, Благословляю столицу еврейского государства, Город Иерусалим, Благословляю всех евреев, И вернувшихся, и совершающихся ныне Алию, И не вернувшихся еще, Да придут в себя люди, Да придут к тебе люди, Да вернутся в землю свою, Господь, люди все. Спасибо тебе, Господь, И благослови все народы нашей страдавшейся планеты, Благослови сегодня Киев, Благослови Украину Божию, Все страны бывшего безбожного, Атеистического Советского Союза, Богоборческого этого объединения, Безбожного, которое ты разрушил, Боже, слава тебе за все, Спасибо тебе за падение Советского Союза, Спасибо тебе за свободу, Спасибо тебе, Что сегодня в странах бывшего Союза Звучит слово твое, Евангельское слово, Боже, спасибо за миллионы обращенных В эти дни, Господь, в эти годы, Начиная с 90-х годов и дальше, Господь, спасибо тебе, Боже, всемогущий, Благослови Господь, Благослови всех, кто принимал Сегодня причастие в Харистию, Благослови всех, Господь Божий сегодня, И кто, кто будет смотреть это видео, Тоже благослови Господь, Дома, родных и ближних, Ваших тоже благословляя, Братья и сестры, Да благословит тебя Господь И сохранит тебя, Да призрит на тебя Господь Светом лицом своим И помилует тебя, Да обратит Господь, Светом лицом своем на тебя, И даст тебе Светом лицом своем на тебя, Светом лицом своем на тебя, И не в ком другом нет спасения, Дамы и господа, Ибо нет другого имени под небом, Данного нам, людям, Которым надлежало бы нам спастись, Которым спасены, Которым спасаемся, Имя Ишуа на шиях, Аллилуйя, Исса Масих, Иисус Христос, Джизус Крайст, Миллиарды людей Сегодня с благоговением И с радостью и любовью Повторяю старчайшее это имя, И восхваляю Бога живаго, Аллилуйя, Благоставляю всех вас, Дарые друзья, До встречи и на земле, И на небесах, В эфире вечном, И в этих эфирах прямых, В 6 утра не забудьте подключаться, Пока есть возможность, Я подключаюсь с утренней молитвы, В прямых трансляциях, Пусть Бог благословит, Шалом, мир всем вам, Шалом, хаврим, шалом,